Дорогие соотечественники! В конце каждого года, в последней его неделе, принято оглядываться назад, оглядываться вокруг себя и намечать какие-то пути, какие-то планы. Так было во все времена, и не будем отступать от этого правила. Однако, если посмотреть на то, что творится сейчас вокруг, мы видим очень много критики. На 90% эта критика верная, она правильная. Но что-то мало мы видим среди различных партий течений мыслей, идей о том, а куда же нам двигаться, находясь в этой ситуации. Поскольку часть наших граждан отчаялась, разуверилась и проголосовала, как говорится, ногами, покинув пределы страны. А их немало. И, конечно, эти люди трудятся, присылают домой тяжело заработанные деньги. Но, тем не менее, те, кто остался здесь и те, кто уехал, все-таки мечтают о том, что рано или поздно страна должна подняться с колен и двинуться, как все нормальные страны, по пути не только, скажем так, назовем свои вещи своими именами по пути разрухи, а по пути созидания. Время разрушать, время разбрасывать камни заканчивается. Пора собирать камни, пора строить. И вот в начале самом я сказал, что как-то я не вижу среди большинства нашей политической элиты, партий, движений какого-то осознанного и понятного плана действий, оскорбления взаимные, протестное голосование, призывы к этому, по крайней мере, это все мы слышим. А вот давайте посмотрим, так ли все безнадежно в этой стране. Я думаю, нет, народ непобедим. И в самые тяжелые времена, как это доказывала история нашей страны, всегда находились энергичные, дельные люди. Их поддерживал народ, и страна выходила из пике, из штопора, из куда более опасного, из куда более тяжелого. Мне показалось, что я знаю таких людей, у которых есть ясное видение перспективы, ясное видение будущего. И главное, есть ясное видение о том, по каким путям необходимо идти, чтобы достигнуть этого самого будущего, не только для нас, но и для наших детей и внуков. У нас сегодня в гостях Василий Боля, депутат. У нас с депутатом отношение своеобразное, но так как мы же в конце концов выбирали, мы понадеялись на них. Вот и в конце года и спросим, дорогие товарищи депутаты, как вы видите наше будущее, по какому пути нам идти? И естественно, за какой путь нам необходимо будет проголосовать? Василий, добрый день. Добрый день. Мы видим, как перебегают из фракции в фракции и дискредитируют само понятие избранника народа. Из вашей фракции, из вашей партии, что-то как-то я не видел, что кто-то бегал. Одна женщина перебежала. Ну, простим, женщина. Это как автомобилисты. Если дама за рулем, не принято ругаться порядочно. Жентльмин всегда это понимает. Избегают. Но в массе своей, если вот сравнить с другими партиями, то мы видим, получается так. Народ избрал один список, потому что у нас по списку. Вот. А когда доходит дело, он видит, что из этого списка перебежал в другой. Он говорит, подождите, ребята, я за это не голосовал. А ему конституционный суд, на что объяснение, говорит, а имеет право. Ну и вот отсюда... Менять свои взгляды. Да. Как у нас говорят, я проснулся, пробудился. Это вот я слышал недавно у Михаила Федоровича, там бунт на корабле сбег мунтян. На днях, да. Да, и под таким предлогом, что вот он... То есть попользовался, и министром побывал, и Михаил Федорович ему все его вопросы, в том числе и финансовые, решил. А когда Михаил Федорович как бы зашатался, стал ненужным, дерг, и вот он уже где-то умает с анду. Нет, он хитрый. Он сказал, я сначала буду независим, но имейте в виду, что уже я как бы скоро приду до вас. Вот что это такое? И потом плавно перейдем к тому, что все-таки перед народными избранниками, а мы на пороге выборов, все-таки огромная ответственность перед теми, кто их избрал. Вот, знаете, слово ключевое – ответственность. Каждый человек должен быть ответственным, тем более властью. У нас, к сожалению, на протяжении последних девяти лет мы наблюдали то, что власть являлась безответственной. Те вопросы, те проблемы, которые стояли перед этой властью и перед страной, власть продержащие старались либо куда-то в долгий ящик задвинуть, либо, если решали вопросы, то не в интересах страны, а в интересах, скажем так, группировок своих, кланов людей. Поэтому вот у нас получилось то, что получилось, то, что мы видели на протяжении тем более последних четырех лет. Говоря вот о перебежьях, не помню. Ну, Мутян вообще красавец, это шедевр. Не говоря о нашей стране. У нас, знаете, как получилось так, что около 40%, да, или 45% вообще всего количественного состава парламента, да, перешло из одной фракции в другую. Помните, как у Жванецка было? Сколько, сколько? Такого рода случаи бывают и в других парламентах, в других странах. Я вспомню вот по истории, да, того самого Инстана Черчилля. Он умудрился в двух, у них в стране, да, вот в Англии, имея два основных течения. Да, два основных течения, две основных двигающих партий. Он умудрился два раза перебежать из одной стороны в другую. И обратно. И обратно, да. Но при этом остался в истории как великий политический деятель, да, который вершил судьбы народов в тот кратический момент, да, вот Второй мировой войны и послевоенного, да, устройства мира. Ну, скажем так, я не знаю, история ему простила это, да, а я... Я думаю, что он просто был настолько могучей величиной и в общественном мнении, и в мировом общественном. Что люди это и обращали, да. Что о партиях этих, да и мало кто помнит и знает, что тогда было. А вот Черчилля помнят все. Все. Согласен. Ну, вот я уверен, что пройдет время, и вот этих 40 или сколько там депутатов, которые перебежали, вот у нас с 2014 по 2018 год, из одной партии в другой... То есть, чтобы мандат, кто-то честно положил мандат на стол и сказал, я не согласен с курсом моей партии, ее руководства. Я видел только вот в 2014 году, да, у коммунистов, да, больше никто. Так хлопнул дверью напоследок. И четко объяснил, почему. И четко объяснил, почему. И, кстати, у него были колоссальные заслуги в победе партии на выборах, в голосах. И, тем не менее, он, несмотря на это, мандат свой, заслуженный им, заработанный, положил на стол. Таких примеров, увы, у нас... У нас очень мало. И, опять же, я скажу, все зависит от того, насколько человек ответственный. И понимает он то, что делает, и во имя чего он это делает. То есть, если во имя того, чтобы продержаться и не дать возможность, да, вот как в этом созове парламента, 20-го созова, да, не дать возможность после того, как весь народ узнал, да, что была вот эта кража миллиарда, чтобы были сделаны перевыборы, да, досрочные выборы. Ну, вот люди посчитали, что желательно, чтобы они остались еще на три года в депутатах и не, скажем так, будоражить свои собственные карманы, не участвовать в избирательный, в новоизбирательный гон. Как-то так. Так, но, вы знаете, я уверен в том, что все-таки есть у нас заслуженные люди, да, люди, которые ответственны, люди, которые ответственны, во-первых, за страну. И у которых есть репутация. И у которых есть совесть, да, которые, не знаю, по некоторым соображениям до сих пор, да, не участвовали, скажем так, так активно в этих политических процессах. Я уверен, что вот новые выборы, вот новый выборный цикл, да, все-таки такие люди появятся, и я уверен, что их будет намного больше в этом партии. То есть, люди вне партийных списков? Не только, не только. Вы понимаете, партии приходят и уходят, и есть определенные преференции, да, скажем так, идей левых, идей правых. Меняется только партий, которые вот ту или иную левую идею или правую идею несут в массу. Честно говоря, я очень сомневаюсь, что Михаил Федорович понимает, что такое либеральная доктрина. С его вот этим вот угаром, таким национализма соседней страны, что там либерализмом не пахнет. Мне, скажем так, вот в этом парламенте пришлось увидеть вот Михаила Федоровича не только со стороны вот как политики, да. Как человека. Как человека в простом общении с ним. Я вам скажу, что как политик, да, матерый. Матерый. Где-то с хитрецой. А какой же политик лежит? Где-то, вы понимаете, вот общаясь в том числе с другими, да, вот коллегами из разных фракций. Тот же самый ЛДПМ, когда, скажем так, их выгнали, да, из этого альянса. И они кое-что там рассказывали, как у них происходили все эти заседания альянса, да. Мы говорили, Михаил Федорович, он, если хотел чего-то добиться, да, вот как настоящий скорпион, да, он продавливал по полной программе. Где-то шантажировал одних, других там, где-то что-то там подыгрывал одним в угоду другим для того, чтобы добиться своего вот интереса. Демьянники его все были на ударных позициях, в городе, в банке, везде. Все были, знаете, как говорят, в шоколаде, поэтому вот... Няму, яра прослужит. Да. Клан был... Да, да, да. И как-то, как-то вот так. Но проблема в том, что вот эти люди... Но ответственности перед избирателем у него явно не было. Вот обсуждая вопросы и проблемы клана, да, Нямулы, да. Тут ответственность была высочайшая. Они не говорили... Ну, не перед избирателем. Да, они не говорили и не обсуждали вопросы страны в целом, да. Куда мы идем. Людей, что есть. Людей, какие проблемы в первую очередь нужно решать, да. Вот посмотрите те же самые министерства, которые они руководили, да. Министерство образования. Боже мой, что там творилось, вот когда была министр Карина Фусс. Детей травили в детских садах, вы понимаете. Это наше будущее. Когда ты детям даешь вместо, не знаю, там говядины, даешь конину. Это же не французы под Москвой, которые отходили. И хуже всего, когда это не свежий и опасный просто для здоровья и жизни. Об этом идет речь, вы понимаете. У меня... То есть ответственность нулевая. Ребенок, мой сын, да, вот в пять лет... Ходил в детский садик, мы не понимали, в чем, что случилось. Проблема там с пищеварительным трактом, то, сё. В пять лет мы должны были там поехать и в санаторий с ребенком. Пока вот в конце года, да, не выявилась вот такая вот история, что вот на протяжении одного года детей кормили просто, не знаю, чем. Я не знаю, даже животных, да. То есть бюджетные средства расхищались, и как в результате качество было просто опасно для здоровья. Понятно, что, да, к сожалению. То есть, опять мы начали, вернее, Василий, начали с очень важного слова ответственность. Ответственность, конечно. То есть дефицит и кризис ответственности. А ведь, если вспомнить вот многих мудрых людей, причем и Востока, и Запада, и в древние времена, почти все указывали на то, что свобода автоматически предполагает ответственность. Несвободный человек, ну что с него возьмешь? Ему приказали, его заставили, он что-то сделал, натворил, да? Но когда ты свободный, это значит, что ты отвечаешь за свои решения и свои дела. Потому что эти решения и дела непосредственно распространяются на людей, которые живут в этом обществе. Которые тебе доверили? Да, руководить их судьбами, скажем так. Как поднимать там благосостояние людей и развиваться в общем, да? Развивать науку, развивать медицину, развивать там города, да? Социальную сферу. Инфраструктуру, социальную сферу. Занятость, рабочие места, экономика. Как институт, да, который должен поддерживать порядок и обороноспособность, там, того общества, да, которое, вот, не знаю. Которое оплачивает его, так сказать, существование. Да, да, да. Об этом мы говорим. А когда вот люди, которые поставлены вот на эти высокие посты, вместо того, чтобы думать об общественном, они думают о себе родных. Они начисто лишены от чувства ответственности. То есть, вместо ответственности бла-бла-бла, ответственность только перед своими интересами, интересами своего плана. И перед председателем, да, который тебя поставил вот на то место или продвинул, скажем так, тебя. И которого, кстати, можно, как только Акела промахнулся, можно тоже сбежать. В конце сказать, да, в конце сказать, извините. Я проснулся, я понял, что я не там наступился. Что я ошибся, да. То есть, поснимал все должности, поснимал все активы, сливочки. А потом, ну, ребята, еще наплевал, уходя. Все понятно? Даже вот в этом смысле, да, вот, уходя, люди не могут уйти, скажем так, по-человечески. По-человечески, да, вот, даже вот здесь у них нет вот этой ответственности, да, за команду, не знаю, за тех людей, которые... С ними, с избирателями, которых они фактически предали изначально, да, получается, они еще и предали и ту свою команду, которой попользовались. Да, об этом идет речь. Теперь мы переходим вот к такому вопросу. Какой потенциал развития есть у нашей страны, если руководить этой страной будут ответственные люди? Потенциал есть. Потенциал есть. Вот меня на днях спрашивали, да, вот, чем в первую очередь, да, у нас стране нужно заняться. И на что я всегда отвечаю. Нужно серьезно заниматься экономикой. Экономика, да... Основа всего. Основа всего. Как говорил классик, да, что политика есть концентрирована в выражении экономики, да, вот, экономикой нужно заниматься. Почему? Потому что мы должны больше зарабатывать. Для этого мы должны больше производить. Если мы не начнем заниматься серьезной экономикой, начнем, скажем так, открывать новые рынки на все 360 градусов. Почему? На востоке, на западе. На востоке, на западе, на юге, на севере. И у себя в том числе. В первую очередь. Правда? В первую очередь. Почему? Потому что вот наши вот производители, которые гонятся там за экспортным долларом, да, на экспорт, на экспорт, на экспорт, забыли о своем рынке. Да, он может быть маленький, но это наш рынок, понимаете? И о нем нужно думать в первую очередь? О нем нужно думать в первую очередь. А у нас получилось так, что мы экспортируем наши товары, а в то же время вот нашу вот нишу нашего рынка. Захватили другие. Занимают другие. Соседи, вот, Украина, там, Евросоюз, другие. И это как пылесос выкачивает валюту из страны. Конечно, конечно. И вместо, чтобы эти денежки вкладывались в свое производство, их как пылесосом получается так. Гастарбайдер копейку сюда привез, а местные деятели организовали так, что эта вся копейка тут же высасывается из страны. Уходит из страны. Часть воруется по дороге, остальное все отсасывается. Совершенно верно. Как-то вот так. И вот, говоря об экономике, да, вот, мы должны начать больше зарабатывать. Будем больше зарабатывать, будут деньги для того, чтобы вкладывать в людей в первую очередь. В медицину, в образование, в социальную сферу, в инфраструктуру, в другие вещи для того, чтобы людям началось жить комфортнее здесь в стране. Мы должны, знаете как, переломить ситуацию. Почему? Потому что, вот, чувствуется вот в обществе, да, из-за того, что вот на протяжении последних, вот, я скажу, четырех лет, да, вот, то, что произошло, людей просто обманули. Украли деньги. Обманули их на выборах, да, потому что сказали, что вот мы вас введем в Евросоюз. Какой Евросоюз? Зачем вы говорите? Где эти рынки и где те инвестиции, о которых столько... Где деньги в первую очередь? Верните, знаете, как говорил классик, верните награбленные в мозолистые трудовые руки. Это как у Высоцкого, это, где деньги? Значит, ты же знаешь, я не пью один, вот, вот, приблизительно так. И чувствуется, Вы знаете, такое подавленное состояние в обществе, да, какая-то депрессия. Вот мы должны вот как-то это перебороть. Но для этого нужно... Люди хотят быть гордыми за свою страну. Люди хотят гордиться успехами, не знаю, там, в народном хозяйстве, да, успехами наших спортсменов, людей культуры, да. До бизнесменов, до творческих людей. Почему? Потому что это, в общем, создает вот эту атмосферу, да. Веры. Веры в будущее. Веры и надежды на будущее. Пускай даже, вот, не знаю, вот люди хотят почувствовать вот этот прорыв, движение вперед. Что хоть что-то, хоть где-то. Да, вот мы пока что топчемся на одном месте. И только хуже, и хуже. И мы можем быть на одной линии, но людям вот, когда ты топчешься на одном месте, кажется, что вот потихоньку ты опускаешься вниз. А люди хотят хоть какого-то прорыва, но вперед. То есть даже если формально на одном уровне у человека вот это, если нету движения, он начинает морально скатываться вниз. Да, он начинает, у него появляется моральный дискомфорт, понимаете. И вот даже это чувствуется в том числе и на уровне, вот, скажем так, высших слоев нашего общества. Я говорю просто о бизнесменах. У нас есть люди в стране, у которых, ну, скажем так, с экономической точки зрения, да, деньги есть, зарабатывают и так далее. Но даже эти люди не чувствуют себя комфортно в стране. Они... Ты сказал, что они обеспечены, да. Да, у них все есть. А на душе у него нет? Комфорт есть, то есть, не знаю там. А на душе скребет. А на душе скребет. И какой-то моральный дискомфорт из-за того вот, из-за тех процессов, которые у нас есть. Общего застоя. Общего застоя в том числе. И они готовы из этой страны уехать, понимаете. Вместе со своими планами, энергией, капиталами. Вместе со своими планами, капиталами и всеми другими. Хотя они вполне нормально себя чувствуют в Молдове. Зарабатывают неплохо. Там какая-то маржа постоянно у них там... Чего-то получается. Да, что-то получается, где-то капает, что-то в этом роде есть. Но вот морально он себя чувствует некомфортно. Вот это мы должны перебороть. Вы знаете, я так думаю, что эти выборы, во-первых, должны пройти под лозунгами, под, скажем так, лозунгами, кота позитива. К сожалению, то, что вы говорили в начале передачи, о том, что у нас много людей, в том числе и политических партий, которые критикуют и критикуют... И по делу, конечно. По делу. Но кроме критики, человек хочет узнать и увидеть, какое вот у этой партии там или непосредственно у человека, да, какие виды на будущее, какие пути, что предлагает, и каким образом он дойдет до этого. Почему? Потому что поставленная задача или цель, она может остаться только задачей или целью, если нет конкретных исполнителей, да. И ресурсов для этого есть. И ресурсов. И желания. И каким образом это все будет исполняться. И желания. Вот это тоже очень важно. Почему? Потому что у нас, знаете, как самолет может взлететь, но не имея, да, точки... Задрал нос и в штопор. Да, и не зная точку, куда он должен лететь и где он должен приземлиться. Да, 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 это вот зачастую ведет к краху. Поэтому вот мы пытаемся, да, и в принципе общаемся вот сейчас с людьми, вот 18 ноября у нас... Вот много, Василий, вот за последний, скажем, месяц у тебя встреч было... Каждый вечер. То есть у тебя каждый вечер встреча с избирателями. Встреча с людьми во дворах. Которым предстоит выбрать. Ну, которые придут на выборы, да, и... И что ты слышишь от людей вот чаще всего? Очень много. Во-первых, что мне вот интересно, да, во-первых, с первых уст, да, услышать те проблемы, которые на самом деле людей беспокоят. Почему? Потому что вот, могу привести пример, да, вот этим летом, когда была гонка, да, за кресло мэра Кишнева, я лично обошел практически все детские садики и практически все учебные заведения, да, школы, лицеи на ботанике. И вот мне было интересно вот тет-а-тет вот с людьми пообщаться. Глаза в глаза. Глаза в глаза и узнать вот те проблемы, на самом деле, которые есть. Реальные проблемы. Почему? Потому что, знаете, как начальники зачастую делают, да, вызывают там начальника дирекции, ставят его перед собой и спрашивают, так, какие проблемы есть? И начальник говорит, проблем нет. Ну и молодец. Ну и молодец. Работай дальше. Работай дальше. А вот когда начинаешь общаться непосредственно с людьми, они тебе говорят, слушайте, а вот у нас там проблема. А вот заметьте, вот эта проблема есть. Вот какие, если перечислить, какие вот чаще? Ну, кроме зарплат, кроме, скажем так, общего благосостояния, да, вот летом я вам говорю, общаясь с, вот, предположим, с коллективом детского садика. Да, конкретно. Они сказали конкретно. Слушайте, ну вот у нас в Кишиневе, да, детские садики, ну, каждый детский садик имеет там территорию в полтора, в два гектара земли. Говорят, у нас нет штатной единицы дворника. Говорят, нас, преподаватели, да, воспитатели заставляют выходить и мести, вот, вместо того, чтобы следить за детечками, заниматься детьми. Вместо того, чтобы утром, вот, пришли дети, да, родители. Ими заниматься надо, да. Вместо того, чтобы ими заниматься, понимаете. Или вот другая проблема, вот, персонала, да, там, на пищеблоках, на кухне и так далее. Они говорят, все знают, да, что зарплата маленькая. Муниципи в прошлом году, скажем так, как в ответ, как реакция, да, на глаз вопиющего в пустыне, да, вот, из муниципального бюджета выделили там на 50% повысили, вот, довольствие, да, скажем так, зарплату от работников там на кухне и так далее. На пищеблоках. На пищеблоках. Понятно, что этих денег очень мало, да, и этим, скажем так, ситуацию не решишь. Но, тем не менее. Но, тем не менее. Ну, вот, люди сказали, говорят, слушайте, ну, да, вот, повысили там на 50%. Говорят, а правительство в это время на 20, вот, ту надбавку за вредность 20%, говорят, забрало. Ага. Ну, понимаете? И если вот не будет такого общения с людьми, мы не узнаем об этом. То есть, понял. Одной рукой дал, другой рукой забрал. Это как жудничество. Не, на виду при всех даешь, а втихаря из кармана забираешь. Ну, так жудничество, да. И вот, общаясь непосредственно с людьми, и вот, они тебе говорят об этом. И тогда вот у нас появляется возможность где-то что-то корректировать. Либо вот, общаясь с нашими коллегами в муниципальном совете, предлагать какие-то программы. Вот сейчас заканчивается этот год, да, в этом году программа. Вот наши коллеги через муниципальный совет выбили, да, там деньги для того, чтобы на облагораживание дворов. Установка детских площадок, там, каких-то фитнес-площадок и так далее. Опять же, общаясь с... С жителями. С тем же самым коллективом, да, практически везде детских садиков. Они говорят, слушайте, а вот у нас дети с понедельника по пятницу с утра до вечера проводят свое время в детском садике. Так? Так. Говорят, посмотрите, что у нас в детском садике творится. Одни какие-то колеса, да, закопанные в землю. Какие-то ржавые там трубы, не знаю что. Говорят, детям негде вот играться. Говорят, вы бы поставили вот эти детские площадки, в том числе у нас, вот детском садике. И вот, имея вот этот запрос, вот эту идею, да, которая приходит тоже оттуда же. Мы можем где-то... Из низов. Да, из низов. От людей. Уже общаясь непосредственно с Ионом Чабан, да, с коллегами в муниципальном совете, на будущий год сказал, рассмотрите эту идею. У нас 158, кажется, детских садиков по городу. Можно в следующем году в 50 установить, да. Через год. Шаг за шагом. Шаг за шагом, в течение трех лет, вот эту проблему решить и на самом деле улучшить благосостояние, да, там и материальная инфраструктура детских садиков. Это же все для детей, для подрастающего поколения. Об этом идет речь. Или вот общаясь непосредственно с жителями, да, дворов, одной из основной проблем является то, что внесли в свое время, вот в 2013 году, вот был принят в парламенте прошлого созыва закон о поставке воды, да, несчастный, злосчастный, 303 закон, где людям постоянно, вот, включая вот эту код опартии, да, определенную часть, разницу, да, которая возникает между придомовыми счетчиками и счетчиками, которые есть в квартире. Да, это везде, повсеместно. Всем. Кому один куб, кому три, кому четыре, мне даже показывали 125 кубов на числе. То есть человек платит не по счетчику, а по произволу. А по произволу. Да. И вот, видя, что есть, да, вот эта проблема, мы еще ее с 2014, с 2015 года, вот мы ее почувствовали, да, был внесен законопроект в этом созыве об изменении, да, в некоторых положениях вот этого 303 закона. Проголосовали в первом чтении, в 15-м году. Так. Были все эти пертурбации, там переходили депутаты из одного лагеря в другой. Когда мы опять поднимаем в 16-м, в 17-м, в 18-м году, давайте докончить дело до конца. Чтобы люди платили по счетчику, а не по произволу. Чтобы люди платили по счетчику. Еще не время. Посмотрим. Все, что хотите. Только вот не то, чтобы сделать, чтобы было нормально, да. Почему? Потому что я сижу вот иногда и думаю, анализирую, ну, слушайте, у нас мы потребляем газ, мы потребляем электричество. Стоят счетчики на газ, стоят счетчики на электричество. А у нас что, в электросетях нету потерь? Есть эти потери. Но тогда, когда приходит фактура за счет за электроэнергию, ты платишь по счетчику. Там не добавляют дополнительные киловатты, да? Или если ты платишь фактуру за газ, то же самое. Почему у нас заводы за канализацию, мы должны платить непонятно что. И опять же, вот если говорить, кто управлял канал до сих пор? Те же ставники либеральной партии. Говоря вот о... О конкретном. О конкретном, об ответственности людей. То есть, они сели на эту трубу, и они эту трубу обслуживали, да, и обслуживают. Сейчас, я так понял, что там чуть-чуть изменился вот формат или контингент людей, которые уже другие сели на эту трубу и также вот ее эксплуатировали. В том же режиме, да? В том же режиме. Даже можно сказать, что... И пожестче. Да, чуть-чуть пожестче. Почему? Потому что, ну, вот так людям ненасытный, знаете. Хотя вот, если говорить о философии, да, из этого мира-то ничего не возьмешь с собой туда. И, как говорил Булгаков, да, проблема не в том, что человек смертен, а проблема в том, что человек внезапно смертен. Сегодня ты... Кстати, Булгаков, вот это на самом деле замечательный человек, не просто смертен, но он внезапно смертен. И вот эта знаменитая фраза профессора Преображенского «разруха» начинается в головах. А не в хвозе. И вот тут, что интересно получается, что в отличие, вот, обычно, как устроен человек. Вот есть, хочет пить. Напился, все, больше не может. Стоп. Хочет есть. Насыщение. Наелся, ху, все. Еще что-то захотел, получил, доволен. Но, когда речь идет о стяжательстве, о том, что вот деньги, еще больше денег, плевать на совесть, на все, то есть это напоминает какую-то наркоманию. То есть, чем больше дозы и чаще, тем повышается доза. То есть, вот это какая-то социальная наркомания. И вот в нормальных обществах существуют какие-то механизмы, которые хоть как-то пытаются сдерживать вот эту вот нескончаемую жажду власти, денег, почета и так далее. Есть в обществе. Потому что так устроен человек. Там было в древнем Риме. Вы знаете, говоря вот о деньгах, вот у нас Зинаи Петровна Горчанова. Как финансист по образованию, она всегда говорит одну и ту же фразу, что касается денег. Денег никогда не должно быть много. Денег должно быть достаточно для поставленных целей, задач. Почему? Потому что, когда их много, это тоже на самом деле проблема. Соблазн, чудить, дуреть. Если говоря вот о, я не знаю, на уровне, если рассматривать это на уровне страны, да, вот другие процессы, там есть инфляционные процессы, есть дефляционные процессы. То есть, это тоже, то есть, золотая сиродина. Их должно быть достаточно. Всего должно быть в меру. В меру, да. Потому что, вот с моей точки зрения, хотя я упомянул Высоцкого, и я сказал, где деньги, и поставил трое точек. А в песне как поется? Где деньги, Зин? Так вот, как раз к Зинаиде Гречану это в меньшей степени относится. Потому что, вот именно она, на мой взгляд, была. Вот я помню, что в это время я работал в Китае. И меня поражало, что ее стиль работы, ее уважение, которое было на всем, и сейчас на всем постсоветском пространстве к ней. И ее ценили все, от Путина до руководителей западных. То есть, это человек, на мой взгляд, она была лучшим нашим премьером. Потому что ни до нее, ни после нее, такого авторитета у страны, и такой эффективности, скажем, и народной экономики, народного хозяйства, всего, такого не было, на мой взгляд. И неиссякаемая энергия, у нее какая-то вера в то, что человек, это все-таки не какая-то падаль, которая готова брата продать, которая закопать отечественника, пойти по трупам, кикинуть и так далее. Вот в ней все-таки вот есть вот то, что характеризует вообще лучшие качества нашей молдавской женщины. Когда говорю молдавской, я имею в виду, которая характеризует женщин Молдовы, всех национальностей, вероисповедований, взглядов и так далее. Согласен. Мне вообще кажется, что, а может быть, настала пора, чтобы дать женщинам больше власти, потому что чаще всего оказывается, что женщины, они более трезвомыслищие, и самое главное, любой там бизнесмен знает, руководитель, женщины куда более ответственны. Согласен. Вот говоря о Зинаиде Петровне, вот об ее качествах, вот то же самое, когда пообщаемся, вот в коллективе Зинаиде Петровне всегда говорит, ну, одна из излюбленных фраз, я готова каждого из вас на руках носить, с условием, если это взаимно. Понимаете? То есть, если человек имеет, скажем так, пришел с добром, да, он это добро получит. Если он пришел с мечом, смотри, как интересно. То он отмечает. Да, но интересно, смотри, что. Вот если вдуматься в слова, мы говорим слово ответственность, и понимаем, что это отвечает за свои деяния. Конечно. Но слово ответственность еще имеет, вот я так понял, Зинаиду Петровну еще скрытый смысл. Ответ. Внимание. Какой привет, такой ответ. В том числе и тот библейский принцип, да, возлюбив ближнего своего, как самого себя. А это и есть зеркало души. Ответ. Об этом идет речь. Это правильно. И мудро. Поэтому и тот авторитет, да, Зинаида Петровна, и в нашем обществе в том числе, и за границей. А говоря о том, что, может, пришла пора, да, в том числе... Побольше женщин все-таки. Побольше женщин. Ну, были сделаны же вот эти изменения, да, вот сейчас те партии, да, блоки, которые пойдут на выборы, по спискам будут, ну, то, что обязаны, ну, скажем так, будет обязаны. По крайней мере, морально обязаны. 40% своего списка вот иметь женщин. Потому что женщины, вот я повторяю, они более ответственные. Это любой руководитель, что в бизнесе, что в любом знает, что... И я думаю, что я понимаю, почему. Потому что мужчина по своей природе, он такой креативист. Если ему что-то поручено, думает, как бы этого избежать. А если сделать работу, что-то автоматизировать. Кстати, прогресс по этому, прогресс. от лодыри идет, от сачков. От лени. От лени, да. И порой от безответственности. Зачем пройти пешком до расстояния, если можно там повозку, да. Как-нибудь придумать. Придумать. А женщины, они в этом смысле, они куда более ответственные. Если им поручена какая-то работа, и всем, но в большинстве своем, они очень-очень ответственные. И так потихонечку наша передача приходит к концу. Что бы ты, Василий, хотел сказать нашему телезрителю, нашим соотечественникам? Вот конец года, чего бы пожелать хотел, в чем обнадежить? Потому что вот это все и грязи, и мерзлости, надо отмываться от нее. От нее, во-первых, надо отмываться. Скажи, пожалуйста, нашим телезрителям. Я хочу, чтобы, несмотря на невзгоды, несмотря на проблемы, которые есть, у каждого проблемы есть, я хочу, чтобы люди немного задумались о чем-то высоком. Вот настроили себя на позитив. И если у людей появится вот этот позитив, они не будут даже замечать некоторые негативные стороны своей жизни, и будут стараться как-то по этому пути пройтись веселее, или с таким воодушевлением. Конец года, понятно, что через, не знаю, недели-две будет, приближаясь, у людей будет более, скажем так, праздничное настроение. Пока что еще мы заканчиваем год, и трудовой год, и вот в эти праздники желаю людям во-первых, добра. Добра, чтобы люди задумались, да, где-то за праздничным столом о чем-нибудь хорошем, о своих детях, о своих близких, не забывали их. Почему? Потому что семья, как ячейка общества, она очень важна. задуматься о своих, не знаю, об отце, о матери, если даже они где-то далеко, да, можешь позвонить, лишний раз пообщаться, не забыть. Почему? Потому что, знаете, как слово, оно может убить человека, да, а может его спасти, да. Вот хороших слов, позитивного какого-то мышления, да, вот, и я думаю, что некоторые вот незгоды, они сами собой, да, или какие-то вот проблемы, они сами собой решатся. Большое, спасибо. Иван, спасибо за приглашение. Большое, Дорогие соотечественники, у нас в гостях был Василий Боля, человек с болью в душе, потому что очень часто созвучит там фамилия определенных слов. По нему видно, и я потому и пригласил его на передачу, потому что когда общаешься с Василием Боля, всегда видишь в его глазах какую-то боль за людей, боль за людские страдания. Вот этого многим из нас подчас не хватает. Мы должны и всегда иметь в виду, что только воспринимая чужую боль как свою собственность, мы способны доставлять людям радость и счастье и своим родным, и близким, и всех окружающим нас. И только тогда, вот в этом состоянии духа, в состоянии надежды и ответственности, мы будем способными двигаться вперед, несмотря на все трудности, несмотря на все то, что творится вокруг нас. Потому что творческие возможности человека просто не ищет пойма. Обнимаю вас всех, вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. Виктор Иванович Виктор Иванович Виктор Иванович Виктор Иванович Виктор Иванович